МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Хочу вам представить вашего нового товарища. Почти друга. Тебя, что, показываешь, что ты здесь самый умный, да? А я так понимаю, что самым умным здесь раньше был ты? Какой маленький! Фероника, давай быстрее, уже время поджимает. Его нельзя здесь оставлять. На, держи, сейчас подойду. Нафига она тебе? Я спрашиваю, кто тяхнул? Это я чихнул, на смысл. Так, все, брек, брек! Все, как петухи, а? Ты сам-то петух! Ты давай еще на меня кинься, давай! Кончайте шутки, давайте, показывайте. Что показывают? Показывайте, кто у нас тут по-собачьи чихает. Это Своростка училища. Я дико извиняюсь, вас к телефону. В мою машину КамАЗ въехал. То есть, как въехал? Ничего не понимаю. Будем заниматься трудотерапией. Говорят, помогает. Где здесь чисто-то? Ну, философ. Ну, я ему устрою. Разрешите, товарищ майор? Заходи. Здравия желаю, товарищ майор! И тебе того же. Палыч, у тебя какие сегодня планы на вечер? Это что, хочешь меня в театр сводить? Не, все, театр свернулся, спектакль закончен. Не понял. Палыч, сплавил я своего, это, пса, да. Все, сегодня, так сказать, гуляем. Праздник у меня, Палыч. То есть, как сплавил-то? По воде, что ли? Ну, ладно, ты обижаешь, по воде. Почему? Взял культурника, написал объявленица, расклеил на столбах, да. Ну, нашлись добрые люди. Как говорится, мы самая читающая нация в мире. Так что нашлась добрая душа. Все, Палыч, вечерком жду тебя на коньячок. Ты, в смысле, еще и наварился. Да ладно, наварил. Какой там наварил? Я сам готов был и там доплатить, чтобы только его забрали, Палыч. Так, опа, так. Да, алло, слушаю. А, да-да-да-да. Да, помню, помню, конечно, да. Это я написал, да. Подождите. Как с супами? Слушайте, вы, вы что себе позволяете там, алло? Кто С... Не понял, Степан, сука? Ну, тебе надо, да нет, ну, откуда я-то мог знать? Я говорю, может, вы ошибаетесь? Как вы назад-то принесете? Да вы что, с ума сошли? Как вы это себе представляете? Вы принесете, алло, 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 черт возьми, а? Палыч, этот, Степан, сука оказался? А ты что, не знал? Ну, а как я, по-твоему, что, ему под этот ход, что ли, заглядывал? Так надо было заглянуть. Тьфу, твою дивизию, а? Ну, у меня пока, слава богу, только взвод. Взвод, да. Этот взвод доставляет головной боли, вон, больше, чем вся дивизия. Ну, надо же, черт возьми. Ну, насколько я понимаю, вечер с коньячком сегодня отменяется. Продолжите? Заходи. Вот так вот. Вот он. Товарищ майор, Суворович Макаров по вашему приказу прибыл. Вот он, Палыч. Заводчик собак-чемпионов. Ну что, Суворович Макаров, Прибыли очень даже вовремя. Вы еще совсем зеленый Весна на сердце Каждый день весна Весь мир живет Своим законам На перегонки с ветром Впереди любовь Где-то там Потому что у нас все роли Главные, видишь, мы с тобой Сидим в одном ряду Даже если у нас дороги Разные, видишь, ты идешь И рядом я иду Потому что у нас все роли Главные, видишь, мы с тобой Сидим в одном ряду Даже если у нас дороги Разные, видишь, ты идешь И рядом я Ну что, вице-сержант, поздравляю Весело четверть начали Да уж Товарищ майор, а что случилось-то? Он еще спрашивает Мне что, пальцы загибать? Два урока сорвали Раз Бардак в столовой устроили Два Ну а щенка привлокли В расположение Все, Макаров, он здесь Псарня, что ли? Товарищ прапович, а что вы все ко мне? Я, что ли, его туда приволок? Подожди, а кто, по-твоему, я, что ли, от нечего делать И взял его приволок в казарму? Ее? Чего? Ну, да не важно Действительно, Макаров, опять же собака Три Ну? Вы на каком курсе учитесь? На втором О, на втором! Смотри, помнит, майор Иван Адамович, спокойней, спокойней Вы, Макаров, между прочим, вице-сержант А у вице-сержанта есть определенные обязанности Их надо выполнять Ну, ты именно Товарищ майор, ну что вы все одни негативы видите? Ведь есть множество положительных моментов Серьезно, Макар? А вот я что-то их не припоминаю Эти положительные моменты Ну, как же Лабораторная по физике Виз вот, 4-5 Лыжный кросс Что? Второе место Второе, Макаров! Ну, не действительно, товарищ прапорщик Ну, в конце года Вы видели вокруг училища, сколько мы, сугробов Как мы их выровняли Это же произведение архитектуры Ты, Макаров, знаешь, что ты имеешь со своими произведениями? Тише, Иван Адамович, тише Тише, тише Макаров, положительные моменты Это ваша обязанность А вот отрицательные Это ваши просчеты Вот именно Извините, товарищ Ну, что, мои личные И ваши тоже Учти, Макаров Вот еще одна такая выходка Я вам устрою экскурсию Да-да На конфетную фабрику Чистский сад какой-то просто Ну, что вы смеетесь, товарищ Устроить меня, блин Устроить Я тебя сам скоро устрою Не знаю, мужики, может, не надо, а Философ нормальный мужик Ну, подумаешь, сдрючил Синица, тебе сколько лет? А при чем здесь это? Да при том Ну, мы что, сосы, что ли, какие-то? Синицы Что ты несешь? Не знаю, мне этот замут не нравится Значит, ты откалываешься от коллектива, да? Да никуда я не откалываюсь Я просто свое мнение высказываю Давай тебе расслабься Мы же ему не дома спалить собираемся Так поживет недельку веселой жизнью Это даже полезно Ну так Ну, давай, Синица Хорошо Подчиняюсь мнению большинства Вот и отлично Яркий пример торжества демократии Еще инакомыслящие есть? Да, но и сугробу просто так оставить нельзя Вот и чудненько Давай, печка, тащи Листок с ручкой Народ, разминаю мозги Пацаны, этого мало Нужно еще что-то набрасывать, филипун Кантемиров Кантемиров О, Кантиков Нет, это уже было Кантемирович Данченко Не, ну это сразу поймут, что шутка Надо что-нибудь более реалистичное Слышь, Макарус, это читай, что там у нас, а? Что я читал, Трофиль? Кантеморов, Кантифлюшкин, Кантиков, Снегомиров, Снегуров И, наконец, философил Так может хватит, а? Нет, этого мало, нужно и больше объявлений А ты вот телефон-то точно помнишь? Печка, он нам его сам диктовал А, да, точно Слушай, о, Кантилосов Ничего, нормально Эх, пацаны, скорей бы послезавтра А что у тебя послезавтра? Увал Слышь, Печка У нас в московском парень был один Тот тоже все время про Увал и мечтал У него даже кличка такая была Какая? Увалень Слышь, Сухой, а ты в субботу куда? В интернет или по бабам? А он по бабам в интернет ходит Вот меня Танюха на день рождения приглашает Везет Слышь, Трофим А может, у Танюхи и у твоей подруг какая есть, а? А зачем тебе подруга? Хочешь, Танюху забирай Не понял Да надоела она мне Да ты че? Я ее на дискоче видел Вроде нормальная такая чувиха Да вроде нормальная Только со своими прибамбасами В смысле? Ну вот смотри Пошли мы в кино Ну? Но фильм на ее тупейшей Она сидит и ржет И че? Да напрягает мне это Слышь, Трофим А может, это ты тупой А фильм как раз нормальный был Да Хорошую девушку в наше время трудно найти А вот мой дядька говорит Чтоб нормальную найти Надо их в сотню перебрать В смысле? Ну, философия у него такая Сначала, говорит, надо со ста девчонками познакомиться Посмотреть там, пощупать Ну, а же потом из них выбирать Нормальный у тебя дядька И че, он соточку разменял? Говорит, что да Э, спортсмен, что ли? Где бы их взять? Сто штук Пацаны, шукер Казанова проснулась Все, всем споки Слышь, Тухой А твой дядя, ну, этот, который с бабами встречался Он потом женился Ну да И что? И все А на какой Ну, то есть, на какой по счету На шестьдесят девятый Че, серьезно? Блин, Трофим, ну, откуда я знаю, на который он женился? Он их что, нумеровал, что ли? Откуда тогда он узнал, что их сто было? По рубцам на сердце Взвод смирно Товарищ преподаватель, третий взвод к уроку военной подготовки готов Отсутствующих нет И все Дежурный, вице-сержант Макаров Вот теперь все Вольно, садись Итак, с сегодняшнего дня мы с вами приступаем к основам тактики Открываем конспект и пишем тему Действия при подъеме по тревоге Сухой, во сколько сегодня хоккей? Двадцать один тридцать Кто играет? Наши с Швецией Я сказал, открываем конспект и А не рты А по какому каналу? Взвод! Встать! Сесть! Встать! Сесть! Встать! Сесть! Встать! Смирно! Все слышат тишину? Запомните Вот так она должна звучать на моем уроке Вольно, садись И зарубите себе на носу Здесь вам не физика и не биология Я лично ничего не имею против вышеперечисленных предметов Но требую не путать их занятиями по военной подготовке Всем ясно? Так точно Не понял? Так точно Ну вот, совсем другое дело Мужики! Ура! Готово! Вот они все объявления Так, держи сухой Расклеишь возле училища, окей? Хорошо Красава Так, Трофимушка Держи Тебе тоже стопочка Возле универмага, да? Помнишь? Окей Ну, двоих разделите Где-нибудь там сами разберетесь Печуркин Видишь, какими большими боками Эти расклеишь возле бульвара А куда там клеить? На лоб себе наклеить Че, столбов что ли мало? Давай, Печуркин Так, Мишанец, стоять Возьми два объявления Расклей там где Где-нибудь Оба-на, синица Пап, тебе тоже тут осталось На рынке расклеишь, ты там рядом живешь, да? Уф, Макар, давай я не буду расклеивать, а? Оба-на Значит, решил все-таки откололаться? Нет-нет-нет, ну я ж писал с вами И что? Просто понимаешь, у меня Ксюха Она уже в Англию в среду улетает Ну, в общем, ну, сегодня как бы у нас последний день Вот нет, Макар, я серьезно, так что, ну, понимаешь, мы должны вместе побыть Давай, синица, расслабься, все нормально, разберемся Спасибо Иди сюда Трофимовна, ты идешь? Сейчас, сейчас Слушай, ты уже заколебался своей алгеброй Да сейчас иду, иду Это что у тебя? Ничего Да пошли уже, а? Отдай сюда Это у тебя вообще, что такое-то? Катя, Маша, Таня Вот вообще, это что за перепись населения? Отдай сюда Трофим, ты что, решил как мой дядька, что ли? Не твое дело Да не, все нормально, только откуда пять штук-то уже набежало? Откуда надо? Не, ну я серьезно, Танюха я знаю, а Катя кто такая? Ну, мы вместе в школьные танцы ходили Это в каком классе-то было? В пятом О-о-о! Слушай, Трофим, а ты из роддома сюда никого не записал? Не, ну, мало ли, может лежали рядом Слушай, иди куда шел юморист Я вообще-то с тобой пойти собирался Привет, Кирюх Привет, Солнце Ну как ты? Я нормально все Сегодня до семи вечера полностью в твоем распоряжении Уж я распоряжусь, ты не сомневайся Макар, ну ладно, я побегу Да беги уже давай, без обид Беги обиды, давай беги Ксюхе, привет! Привет! Значит так, мужики Палусиницы на форт-мажор Вам по три обведения на каждого Трофимов Сухой Давай И пешкой Ну че? Мы тогда двинуем? Давайте, давайте Пойдем Что тебе сегодня с девушкой не до этого будет Смотри, сам не расклейся Да пошел ты! Фу, как некультурно! Мадемуазель Позвольте принести свои извинения за невоспитанного кадета Поверьте, не все сувородцы такие Честь имею Кто это? Да так, клоун один корчит из себя Ну понятно, ну так что, мы идем? Да, конечно КОНЕЦ Вот так Да! Алло! Да, я слышу. Объявление? Да, давал. Нет, подождите, вы ошиблись, по-моему. Какие запчасти? Я давал объявление по поводу собаки. Да нет, никакой я не… не Кантиков. Я еще раз говорю, вы ошиблись. Да. Слушайте, я опять выйду. Я вам еще раз объясняю. Да какая разница, какая у меня фамилия. Не Кантиков. Да, правильно, правильно. Правильно, это мой номер. Но никакими запчастями я не торгую. Запомните. Да, ничего страшного. Да, всего доброго. Носишь? Носишь? Ношу. Я ее всю жизнь буду носить. Ну, прямо. Вот увидишь. Слушай, мне же позвонить надо. Ну, давай потом позвонишь, а? Нет, потом нельзя. Илюш, ты по поводу визы очень важного. Занято. Ань, пошли они в баню. Так, извините меня, пожалуйста. Но, Ксюша, ты не забыла, что нужно шампуни, зубную пазуху, полотенце, все купить здесь. То, что я звонила Галине Адаме, она сказала, что там это все безумно дорого. Я помню. Хорошо, что помнишь. Илюша, чаю не хотите? Спасибо, может, попозже. Хорошо. Ну, ты что сегодня как с цепи сорвал? Ты не понимаешь, я тебя целый год не увижу. Ты что? Почему год? Ну, что? Мне же сказал, на каникулы приезжать буду. А вдруг ты не приедешь? А чего я то не приеду? Ну, мало ли. Кстати, Ксюша, я тебя уже сегодня не дергаю, но ты помнишь, что завтра-послезавтра нам надо с тобой сеять по магазинам, купить тебе теплые вещи. Поняла? Потому что там в это время года ужасная погода. Мам, еще три дня, успеем. Ну, успеем. А, кстати, дозвонила по документам. Занято. Так надо набирать. Набираю. Ну, так ты набирай. Ну, так набирай, Ксюша. Мама. Мама. Да, чайник на плите, если что. Спасибо, Светлана Владимировна. Слушай, может, нам дверь подпереть стулом каким-нибудь? Ты что, сдурел? Э, ты куда? Пошли. Куда? Ко мне. Слушай, мне позвонить надо. Меня позвонишь, пошли. А двоих что? Моих дома нет. Пойдем, пойдем. У нас есть полчаса? Ну, что, Трофим, что вы там с Танюхой решили? Да все, а Федерзеев. Че, серьезно? Да, причем, кстати, так все быстро, без лишних вопросов. Ну, правильно. Долгие поводы, лишние сопли. Слушай, Трофим, а че ты там пишешь-то? Да так, ничего. Номер шесть, Света. Нифига себе. Печка, иди сюда, посмотри-ка. Слушай, Трофим, ты, блин, метеор. Да это еще не все. Слушай, Трофим, так че, сразу две за один день? Ну, ты разошелся. Это он с Танюхой разошелся. А с этими, я смотрю, он сошелся. Ничего себе, ты сразу с двумя, что ли? Да нет, Светка это так, чтобы с Танюхой поссориться. Ясно. А Эльвирой это, чтобы от Светки отвязаться. Ну, ну, завидуйте, завидуйте. Левый, левый, ай, два, три, носочек тянем, ногу выше, выше ногу, ай, раз, раз, два, три. Вы у нас второй курс или пионерский отряд? Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Да, алло, я слушаю. Нет, не давал я никакого объявления. Вы ошиблись. Никакого объявления я не давал. О, машина заработала. Заработала? Машина уже дымится. Не видишь, как заводится полборода? Да какие там еще морские свинки? Я говорю, вы ошиблись. Моя, моя фамилия Кантемиров. Да не Кантеморов, а Кантемиров. Все, да, ошиблись вы, я вам говорю. Так. Чего встали? Стена, товарищ Стабович. Стена, я сам вижу, что стена. Правое плечо. Вперед, шагом, ай, левый, левый, два, три, левый, левый, тянем носок, носок тянем. Да что ты будешь делать, а? Алло, я слушаю. Куда вы звоните, я говорю, не давал я никакого объявления. Давай еще раз. Левый, левый, раз, два, три, раз, два, три. Да я не вам это говорю, не вам. Сегодняшний урок наш будет не совсем обычным, как, впрочем, и предыдущий. Разница в том, что на прошлом уроке у нас планировалось самостоятельное, но ее не было. А в этот раз у нас не планировалось самостоятельное, но она будет. Так, самостоятельно очень простая всего одна задача, но со звездочкой. По дороге со скоростью 70 км в час движется КамАЗ. Внезапно он замечает препятствие в виде легковой машины. При нажатии на педаль тормоза ускорение изменяется по линейному закону. В от Т равно минус 5Т. Понятно? Итак, достигнув значения 15 метров на секунду в квадрате, более не изменяется. За сколько метров до легковой машины КамАЗ должен начать торможение, чтобы избежать столкновения? Условия понятны? Эм, Владимир, мы такие задачи еще не решали. Знания для решения этой задачи у вас имеются. Повторяю, условия понятны? Что, перепечка? По-моему, в условии чего-то не хватает. Согласна. Не хватает ума. Это я заметила еще на прошлом уроке. Эмма Владимировна. Что? Может быть, КамАЗ объедет легковую, чтобы не было столкновения? Ему будет легче, нам проще. Ну что же, если у вас нет другого решения, пишите это. Я постараюсь оценить ваши знания. Значит так, задача очень простая. Даю 20 минут. Пишите. Эмма Владимировна. Сядьте, Синицын. Работа самостоятельная. Тем более, преподаватель вышел из класса проверить свою машину. Вы же любите, когда преподавателя нет в классе, да? Эй, Соболь, ты что тут строчишь, дождь? Ну, что тут? На. Перекатай, потом дай другую. Слушай, что, это решение, что ли? Так, блин, Соль, тут же интегралы. Да, она по-другому не решается. Все, слушай. Сухой. Сухой. Надо передать тем, у кого еще нет. Угу. Петька. Макар, катай быстрее. Малютину тоже надо. Это что за папиры с интегралами, а? Это решение. Ух ты, ну кто у нас такой умный? Соболи решил. Макар, ты чего? Ты чего? Петечка списывать нехорошо. Ты чего? Сам решу, сказал. Молоток, Соболь. Не, Кирюх, ты просто ксерокс. Слушай, откуда ты эти интегралы знаешь, а? А с чего вы взяли, что он их вообще знает? Может, он так от балды взял на коллегу, а вы взяли и скатали? Это прикинь, какой развод. Вообще взрослый такой развод, не детский. Слышь, выпендрила, я, между прочим, в городской олимпиаде по математике участвовал. Опять же, заметьте, участвовал, а не побеждал. Ну, главное же не победа, да, участие. Слышь, Макар, чего ты задираешься, а? Ты же меня со всеми скатывал. Ничего не катал, ясно? Больно надо. Слушайте, да не продаю я никакого велосипеда. Что вы, в самом деле? Вы ошиблись, здесь нет никакого философюка. Ну, что объявление, объявление. Ты знаешь, что я тебе скажу? Ты засунь это объявление себе. Вот знаешь, куда? Круто. С кем вот так? Да с кем, номером ошиблись. И что, сразу надо в задницу? Я про задницу ничего такого не говорил. Задрали уже, ну, третий день звонят. По объявлениям, там, свинки морские, канарейки. Эти, программы для похудания. Ты смотри, какой у тебя серьезный разброс в бизнесе. И почем, к примеру, свинки? Слушай, Павелыч, хорош ты-то еще подкалывать. Мне уже не до шуток. Какой-то козел развесил по всему городу объявления. Что, чует в мое сердце кто-то из наших летчиков-залетчика. С чего ты взял? С чего взял? А там во всех объявлениях фамилии указаны. Философский, или там, философюк. А кто еще, кроме нас, кто про философа мог знать? Каламбурщики дешевые. Блин, вот опять, а. Слушайте, я не давал никакого объявления. Да, никаких у меня свинок нет. Машуля, Машуль, извини. Машенька, нет, это я не тебе. Машенька, нет, а я не думал, что ты-то звонишь. Вернее, я подумал, а... А нет, а я на номер-то не посмотрел, и что он высветился. Да, Машуль, что, хлебушка? Да, нет, ну, нет проблем, конечно. Сколько, Машенька? Половиночку. Ага, да. Все, ладушки, Машенька, ладушки. Все, дома поговорим. Пока. Слушай, а ты эти объявления срывать не пробовал? Пал, ты что, издеваешься, что ли? Ты вот, чтобы я по всему городу на столбах лазил. Зачем по всему? Ты в следующий раз, когда позвонят, вежливо поинтересуйся. Где они это объявление видели? Слушай, это, кстати, мысль-то хорошая. Неплохая, только я, пожалуй, вежливо разговаривать уже не смогу. Ну, как знаешь. Только учти, нервные клетки не восстанавливаются. Да. О, блин. Во, опять. Так. Слышишь, лениться, твое? Положи на место. Прикольная прищепка, дай потаскать. Положи на место тебе говорю. Да ладно тебе, че ты жмешься, а? Синхронное плавание. Оценки. Five point zero, six point zero. Дай сюда тебе сказали, а? Синец, ты че, ты мне чуть нос не порвал? Тебе русским языком сказал, положи на место, а? Че я сделал-то? Это подарок, ясно? Мог бы сразу сказать, придурок. Сам придурок. Че, Синец, подарок от Ксюхи, что ли? Ага. Когда улетает? Завтра? Завтра, да. Ты же попрощаться не успеешь. Да нет, Василюк вроде бы пообещал отпустить проводить. Ну, поздравляю, че ты? Не парься. Слышь, Макар, ты в Лондоне был? Ну, был дел. Красивый город. Супер. Ксюхе твоей можно только позавидовать. Мне бы кто позавидовал. Да, слушаю. Нет, вы ошиблись. Да я вам говорю, что вы ошиблись. Нет, нет, нет. Ну, да, Фер, ну, Снегомирова, так. Ну, летчики, я вам устрою, Снегомирова. Значит так, летчики за летчики, чья вот эта работа? Я еще раз спрашиваю, чьи вот это каракули? Товарищ праповщик, а что там? Там объявление. Какое объявление? Не важно какое, кто писал, тот знает. Я еще раз спрашиваю, чьи вот это каракули? Молчите. Вот нацарапать вот это у вас ума хватило. А признаться что, смелости не хватает? Последний раз спрашиваю, кто вот это писал? Ну, ладно. Молчите себе дальше. Я ведь все равно это вычислю. Товарищ Прапович, а нам что делать? Вам штаны снять и бегать вон идти. Можете разойтись. Пока. Блин, откуда у него это объявление нарисовалось? От верблюда. Парни, он где-то в городе напоролся. Точно. И что сейчас будет? Там подготовка сейчас будет. Да расслабьтесь, никого он не вычислит. Пора, пора, да и успокоиться. Разрешите? Да. Лев Михайлович, не помешаю? Да, пожалуйста. В чем дело, в чем дело? Да, Лев Михайлович, что такое дело, понимаете? Вы мне не позволите глянуть на тетрадки суворовцев первой роты? Это в каком смысле глянуть? Ну, как в каком смысле? Ну, в смысле полистать. Что значит полистать? А с какой целью, если не секрет? Какой секрет, Лев Михайлович? Ну, поинтересоваться, так сказать, успеваемостью. А, ну, вы успеваемостью можете поинтересоваться, скажем, в журнале, там все подробно. Ну, да, там в журнале все подробно, но, Лев Михайлович, вы же ведь в журнал ставите, так сказать, итоговые оценки. Правильно? А в тетрадку ставите текущие. Да, да. Вы же не все оценки из тетрадок в журнал он переносите, так? Нет, не все, не все. Ну, вот понимаете, они как себе думают? Раз у меня в журнале оценки хорошие, то чего я буду напрягаться? Вот ведь как? Ну, да, бывает и так. А позвольте узнать, а почему-то этим интересуется старшина, а не офицер-воспитатель? Слушайте, Лев Михайлович, а что, по-вашему, старшина роты не может поинтересоваться учебно-воспитательным процессом? Слушай, я этого не говорил. Так, пожалуйста, ради Бога. Только я в очередь вас прошу, завтра все тетради обязательно этим надо вернуть. Да не волнуйтесь, верну в целости и сохранности. Так, а вы уверены, что вам все тетради нужны? Может, вас кто-то конкретно интересует? Есть интересный экземпляр? Да-да-да, нет, Лев Михайлович, мне нужны тетради всей рот. Да, Синицын. Ну, от кого, от кого, от тебя я вот этого не ожидал. Что ты молчишь-то? Ты что, хочешь сказать, что вот это вот не твое произведение, что ли? Ну? Ну, что ты смотришь тут? Ага, значит, выходит, все-таки твое. Пошутить решил. Правда, не понимаю, за что, чем я это заслужил. Или это у вас, как говорится, все это по приколу, да? Нет, ну, хорошо, шутка удалась. Шуточка тебе удалась. Давай смейся, давай. Что ты молчишь? Давай смейся. Ну, пошутил над прапорщиком, а? Вот какой молодец. А вот скажи мне, за что ты со мной так, Илюша, а? Ну, за что? Черт, ты что молчишь? Ты что, язык проглотил? Никак нет. Никак нет. Так расскажи мне, чем я вот это вот все заслужил. Ты что, со мной разговаривать не хочешь? Хорошо. Как говорится, решил повернуться к старшине с задницей? Учти, Илья, я к тебе тоже, поворачиваюсь с задницей. Посмотрим, у кого задница больше. Все, свободен. Поварищ прапорщик. Пошел вон отсюда! Я тебе слово давал! Ты что, здесь еще? Значит так, третий взвод. Я проверила ваши самостоятельные. И признаюсь, поражена. Я бы хотела посмотреть на человека, который предложил правильное решение этой задачи. Я обещаю, что поставлю ему пять, а не три, как всем остальным. Эмма Владимировна, а почему всем остальным три? Потому что у меня есть серьезные подозрения, что все остальные у него списали. Тем более, что эту задачу можно было решить и без интегралов, которые мы, кстати, еще не проходили. Как без интегралов? Эмма Владимировна, там без интегралов никак. Там же скорость нелинейная. Значит, Соболев. Это все-таки были вы. А почему сразу я? Значит, Соболев пять, все остальные три, Макаров два. Почему Макаров два? Потому что он даже списать поленился. На, войдите. Разрешите, товарищ праповщик? Чего надо? Товарищ праповщик, мне бы вот верхнюю одежду получить. С какой еще радости? Меня на два часа в город отпустили. Кто отпустил? Товарищ праповщик. А ну, кругом! Чего не марш? И ты не видишь, что я не желаю с тобой разговаривать? Ксюша. Ксюша, а что ты этот свитер не взяла, а? Я его там носить не буду. Как не будешь? Будешь? Он теплый. Я его кладу. Клади, я его все равно там выброшу. Ксюша, мне вообще не нравится твое настроение. Вместо того, чтобы проверить вещи, проверить документы, справки какие-то, ты сидишь уже второй час возле телефона. Илья обещал прийти и проводить. Придет, значит. Он знает адрес, если обещал. Иди вещи проверь. Я проверяла. Еще раз проверь вещи. Ну, чего же киросейс-то? Сколько времени до самоподготовки? Двадцать минут. Ну, так что, может и пуфетик? Я не против. А, ну, кто бы сомневался. Синица, ты в буфет идешь? Не хочу. Что случилось? Случилось. А что такое-то, Синица? Философ вычислил, кто объяву написал. Откуда ты знаешь? От него и знаю. Он меня вызывал только что. Ну, и кто это? Пушкин, блин. Там оказалась объява с моим почерком. А как он вычислил? Куда я знаю? Все. Увал накрылся. Ксюха через три часа улетает. Зашибись. Прикололись все. Прилетела Синица. Угу. Так это, Илья, надо было сказать, что это мы все придумали. А, ну да. Блиндец. Ну, что, надо что-то делать. Открой это. Товарищ Проповщик, разрешите войти? Уже вошли. Ну, чем обязан? Товарищ Проповщик, мы поговорить хотели. Поговорить. Леш. Подумал, что вы бить меня пришли. Но я слушаю. Товарищ Проповщик, ну, эти все объявления, они, в общем, Синицын, но он тут ни при чем. Ну, вот как, любопытно. Ну, а кто же при чем-то? Мы все вместе это придумали. А, браво. Узнаю третий взвод. Сплоченный коллектив. Очередное проявление коллективного разума, да? Ну, а что, всем одновременно эта замечательная мысль в голову пришла? Или все-таки кому-то первому? Это моя была идея. Ну, так вот. Ну, а теперь позвольте узнать, что послужило импульсом для столь светлой мысли. Да, товарищ Проповщик, ну, это шутка была. Ну, помните, вы меня в снег толкнули? Да, я случайно без спроса в твою песочницу не залез? Савочек у тебя там не украл? Товарищ Проповщик, извините, пожалуйста. Ну, Синицыну просто очень в город надо было. У него девушка сегодня в Лондон улетает. Они с ней целый год не будут видеться. Угу. Ну, он сам мне так сказал. Девушка у него в город. Лондон, ой. Что мне с вами делать? Получайте. Спасибо, товарищ Проповщик. Спасибо, товарищ Проповщик. Свободны. Лютчики-залютчики. Ну, присядем на дорожку. Ксюша, мам, давай еще немного подождем. Илья обещал вырваться. Ну, у него, наверное, не получилось. Там же Суворовская. Если бы что-то случилось, он бы позвонил. Так, Ксюша, машина уже ждет. Пойдем вниз. Ну, мама. Ксюша, пойдем возле машины подождем. Пойдем, 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 пойдем. О, Синица, вот ты где. Держи. Что это? Беги давай, Философ тебя отпустил. На. Как отпустил? Да мы ему всю правду про объявление рассказали. Давай, держи. Да ты что? Подожди, как, как вы сказали, что… Тебя с Ксюхой тоже пришлось рассказать. На. Спасибо, пацанок. Только он что, простил? Да, простил. Два часа срывой, как с куста. Ты чего стоишь, дурак? Иди давай. Мужики, я… Ты беги, ты дурак. Фу. Так. Счастливый человек, а? Ксюша, нам пора. Еще две минуты. Какие две минуты? Это международный рейс. Мы опоздаем. Успеем. На международный рейс регистрация заканчивается за час. Так, все, все сроки истекли. Мы опоздаем. Не опоздаем. Ты не понимаешь, по дороге может быть все, что угодно. Могут быть пробки. Мам, ну почему он не позвонил? Господи, откуда же я знаю? Я не знаю. Ксюша, иди в машину. Садись. Сеня! Сеня, засти! Сеня, засти! Субтитры подогнал «Симон»!